Итак, всем привет! В данном ролике мы вновь разбираем VR-механики в Unity, работаем со SteamVR-плагином и более подробно разберем скрипт для взятия и брусков объектов. Это скрипт TrueWaveable. Да, когда-нибудь я его выговорю нормально. И в данном скрипте есть несколько интересных особенностей, которые меняют в целом взаимодействие с объектами. И вот сейчас мы перемещаемся к участку непосредственно для взятия и брусков объектов. У нас есть несколько столов. На первом столе объекты у нас с физикой. То есть я сейчас взял объект и видим, что он у меня не проходит сквозь другие статичные объекты. То есть сквозь стол он у меня не проходит. На следующем противоположном столе у нас уже настроен объект с немножко другими параметрами. И видим, что уже здесь объект проходит сквозь стол. И рядом у нас в следующем столе параметры похожи на предыдущий, но здесь уже есть разница в расчете инерции. И более подробно мы сейчас это тоже разберем. И вот мы потестировали различные режимы объектов, на которых накинут как раз скрипт TrueWaveable. И, соответственно, здесь основное отличие — это параметры AttachmentFlags. Непосредственно данный параметр отвечает за то, каким образом будут взаимодействовать взятые объекты с другими объектами. Итак, первый стенд у нас называется MoveWithVelocity. То есть объекты, которые здесь берем, они используют непосредственно уже физику, и также они не проходят сквозь другие объекты. Как раз за это отвечает у нас параметр AttachmentFlags, и у нас выставлены следующие флаги. То есть как раз при выставлении данных флагов у нас объекты не будут проходить друг друга. И, соответственно, есть еще небольшое дополнение у нас здесь, то есть у нас объекты берутся в определенной позиции, за это отвечает скрипт SkeletonPoser, но это в рамках этого ролика мы разбирать не будем. Также у нас есть скрипт InteractableHoverEvents, мы как раз видели, что при подведении рукой к объекту у нас этот объект подсвечивался другим материалом. То есть для этого у нас есть как раз здесь соответствующие эвенты. Но в целом видим, что нас интересует скрипт Trouable и как раз вот эти флаги у параметра AttachmentFlags. Итак, при данных параметрах мы задаем, что у нас полностью будет прорабатывать физика взятых объектов. На следующем столе у нас, как мы видим, он называется Parent to Hand. То есть у нас данные объекты, они уже проходят сквозь другие объекты. То есть видим здесь флаги немножко другие. Они уже не учитывают физику статичных объектов. То есть они взаимодействуют с динамическими объектами, но статичные они игнорируют. И также здесь есть галочка Parent to Hand. Это означает, что когда вы будете брать данный объект в руку, у вас данный объект будет становиться дочерним непосредственно к руке, которой вы это берете. Ну давайте я, например, сейчас раскрою иерархию, допустим, тот же Right Hand. И запущу все это дело. Вот. И я подвожу рукой к объекту, он у меня тут перекрашивается. И вот видим, сейчас я беру объект. И он у меня стал дочерним к моей правой руке. Вот он. Вот данный кубик. И, соответственно, он мне привязался к руке. И таким образом я могу определять, что я, например, взял объект. Я могу определить, а какой рукой именно я его взял. Как раз через парадические связи. То есть может быть полезно. И также у нас есть еще несколько настроенных здесь объектов. Они уже здесь идет упор именно на инерцию. То есть у нас каким образом будет задаваться инерция при броске. То есть здесь инерция рассчитывается немножко по-разному. То есть в данном случае в правой стороне у нас объекты используют для инерции только три последних кадра. И она, инерция, получается не очень большая, не очень качественная. В левом же случае инерция просчитывается более комплексно. Поэтому инерция получается более плавная. Но при этом, понятно, с точки зрения производительности она будет зарагивать больше ресурсов. И, соответственно, как настроить данные компоненты, в принципе, для любого объекта. То есть, опять же, так же точно выбирайте какой-то объект. Допустим, я тот же кубик создам. Давайте даже не кубик, а что-нибудь для приличия. Цилиндр, например. То есть я его давайте немножко отмасштабирую. То есть вам нужно на объект тоже, опять же, накинуть ту же механику, чтобы вы могли данный объект брать. И, например, здесь нам нужно задать ему физику. Соответственно, я ему накидываю скрипт Attroable. И добавляю все соответствующие другие компоненты. И здесь я просто выставляю нужные флаги. И вот таким образом для физики она даже достаточно вот этих трех флагов, чтобы у нас данный объект мы могли брать в руки, и чтобы он физически задействовал с другими. Ну, давайте сразу же это дело и протестируем. И вот видим, что цилиндр подсвечивается при подведении руки. Соответственно, при нажатии курка он берется в руку, и физически он не проходит сквозь другие объекты. То есть вся физика для него также настроена. И вот таким образом это все, что я хотел сказать, в принципе, по данному скрипту. Вроде бы всего лишь одна настройка, пара флагов, а на самом деле достаточно такое важное и полезное свойство. То есть я в свое время даже не сразу и узнал о нем. Поэтому, надеюсь, вам это окажется полезным и пригодится в дальнейшем работе, в проектах и так далее. А на этом у меня все. Поэтому всем удачи и пока! Пока!